Здарова, всем привет! Я пришёл только что домой, никого не трогал, перекачиваю тут старый айфон на новый и вот это витамин D3 сейчас очень даже в тему, солнца давно не было видно или я в принципе так давно не уходил в дневное время суток, да и солнце не такого качества, как летом в любом случае в Creator Studio, да, вот в... короче, в обители блогера случились изменения и кому интересно, тот, конечно, подключился сегодня к данному видео, пользуясь здоровым мышлением и название к ролику будет о том, о чём я написал. Итак, здесь видны, конечно, видна статистика по всем моим видео, ну это, конечно, ни для кого здесь не секрет. Давайте дальше, вот это то, что появилось снова, YouTube Studio Beta, нажмём-ка Судуись и мы переходим на мой канал, тут новые всякие вещи, новые функции, посмотрим дизайн, во-первых, дизайн, давайте сделаем окно побольше и вот так это в итоге всё выглядит, да, изменилась чисто эстетически страничка, стало лучше или хуже, по мне так, в принципе, одинаково, видно, в принципе, всё... О, погоди, ещё хуже, ещё хуже видно, то есть название видео, посмотрите, название видео целиком не видно, видно, сколько видео было прокликнуто, не видны дизлайки, лайки или вот дальше нужно прокрутить, оказывается. А, вот, теперь по статистике, вот тут 96% залайкали, ёпки, как так вообще возможно-то, 64, 51, 77 и прочее. Тут уже процентные отношения, это здорово, но... Давайте дальше смотреть, что здесь ещё изменилось. Вот, здесь новинки, вау. Всё, у меня... У меня зависло. У меня завис iMac, серьёзно. What the fuck? Так, всё, я, как вы видите, нажимаю сейчас на кнопку вот этих всех окон и прочее, всё полностью зависло. Вау, только что выключился. iMac полностью выключился. Вау. Перезагрузился полностью. iMac перезагрузился, я... Ну, не стану, конечно, на YouTube гнать, может, что-то другое случилось, потому что я iPhone подключил сейчас, и, может, памяти не хватило, или что-то такое. Без понятия, что вообще произошло, он в первый раз вот... Просто так перезагружается. Но мы видим, что ещё. Вот здесь можно искать, по ходу, мои видео. Или нет? Ре... Так. Рецепты. Ищет очень долго и находит. Вот, например, последнее видео. Быстрые рецепты. Нужно, кстати, сделать отдельный плейлист или рецепт. Хотя вот, все мои рецепты. Здесь всё имеется, быстрый фалафель и прочее. Хотя пара блюд не забыто. Там нужно проставить соответствующие теги или просто плейлист сделать. Ну, здесь довольно-таки удобно, я могу сказать. Поиск, хотя и раньше тоже был, как бы, нормально. Нормально всё. Ещё какие новинки. И следующие функции отсутствуют в новом. Да? Новые студии. Пока что их нет. Плейлистов нет. Это то, что я хотел сейчас оставлять. То есть, нет, я в бете больше участия не буду принимать. Лайвстрим. Нет лайвстримов. Переводов. Ну, у меня переводов нет. Аудиобиблиотека. А, это бесплатная вот эта музыка, которую я вставляю в том числе. Тоже нет. Канал. Это, соответственно, аватарки всякие ставить. Кстати, можете, конечно, проверить новые, новый дизайн у канала. Тут, в том числе, описание. Да? Описание почитайте. Не ленитесь. И вот что-то ещё тут отсутствует. Комментарии. Всё вроде грузится очень медленно. Ну, выглядит как-то, окей, что-то современно, типа. Это, наверное, могу показать. Это сколько минут проигрывали то или иное видео. Вот это, кем я работал в 2017 году. Это стрим. Оказался очень популярным. Несмотря на то, что там ни одного суперчата не было. Но, в любом случае, спасибо всем, кто подключился. И здесь 22 тысячи минуты по сравнению со всеми остальными. Конечно. А вот Алоэ ещё люди смотрят довольно-таки часто. Нужно что-нибудь замутить такое. Не только про Алоэ, но и, наверное, какие-то другие растения. Острогал или ещё что-нибудь. Перевести хотя бы немецкие видео по платным исследованиям, к которым доступа у меня лично нет. Но вот это, в принципе, всё, что YouTube здесь обновил. Я скажу, что, единственное, это выглядит круто, да? Выглядит круто, но функций новых не добавлено. В том числе, вот вы видите, вот это окно, оно у меня всегда такого размера. Вот то, что я сейчас снимаю, да, оно всегда такого размера и всегда всё умещалось. Здесь вот это, а, вот это можно сдвинуть, сдвинуть, смотрите-ка, вот это можно сдвинуть, и теперь всё видно. Окей, окей, видите? Значит, не всё так плохо. То есть здесь тоже теперь всё более-менее видно, все дизлайки, лайки, но вот это до сих пор, конечно, хрень. Здесь непонятно, что написано. И это было, в принципе, всё обновление, да? Кому что-то не понравилось, вините YouTube в этом, не меня. И если данный тип видео каких-то обновках YouTube или, не знаю, техники какой-то, может, нужно тест 4K 30fps на... Я вот тут был на iPhone 7 против iPhone 8 Plus, 4K 60fps против 30fps, против, там, не знаю, против обычного iPhone 7. Пожалуйста, все эти технические видео я без проблем сделаю. Дай мне знать в комментариях. Спасибо за внимание. Go vegan, do, do.